сегодня у нас в гостях очередной замечательный гость не просто гостя выпускник института криптографии связи информатики академии фсб россии денис салагуб денис приветствую тебя добрый день добрый день денис насколько я знаю ты в какой-то момент поменялся в профи деятельности сейчас являешься президентом компании азбука вкуса все верно нет я профиль не менял на самом деле то есть в моей работе по сей день очень много разной и математики и криптографии в том числе поэтому нормально начать все равно хотел бы с показателей твоей компании несмотря на трудности прошлого года компания демонстрирует фантастических показателей для современных условиях мы даже специально подготовились узнали что товарооборот вырос аж там на 30 более чем на 30 процентов онлайн и онлайн онлайн да расскажи пожалуйста какие факторы позволяют твоей компании быть успешной развиваться в современных условиях ну наверное если не очень скучные ответы давать наверное есть некие наверное ноу-хау у меня последнее время как-то картинка немножечко сложилась из разных кусочков как пазл вот и на самом деле у нас мир так вот устроен что айти всегда у них наверно пор последние лет 30-40 меняется очень быстро очень активно и этишники наверное первыми столкнулись тем что старые привычные все методы управления которые развивались там 60-х 70-х годов они просто перестали работать потому что стандартный подход когда сначала все спроектировали а потом все аккуратненько разработали дальше там протестировали и запустили а вот войти почему-то скорость роста сложности систем он был такой который перед которым это стандарт от них ноги спасавало и тогда этот мир ответил собственно говоря изобретением agile гибких практик вот и по сути наверное то что я вот делаю как руководитель компании та тема которая мне очень нравится это по сути я стараюсь наверное внедрять какие-то передовые айтишные практики по сути дела в бизнес и естественно логика абсолютно простая потому что выживает не тот кто самый сильный самый быстрый а тот кто быстрее всего меняется особенно сейчас в наше время это вот прямо очень актуально вот я думаю что надеюсь что это из-за этого ну и следить за новинками безопасности в том числе на нашем фестивале я так думаю конечно да ну и хотелось да в продолжение спросить вообще какая цель участие в сегодняшнем мероприятии завтрашнем ну и какие может быть задачи ставите здесь на мероприятии но мы не просто участвуем мы на самом деле же тут можно по разному участвовать можно выступать перед коллегами делиться опытом что мы всегда наверное не стесняемся делать но самое главное что мы развернули полноценный стенд то есть это реальная копия абсолютно реальной инфраструктуры азбуки и она отдана на растерзание всем хакерам любителям и профессионалам да для того чтобы ну реально найти какие-то дырки уязвимости причем это делаем не первый раз мы участвуем в этом мероприятии уже по-моему третий раз вот и каждый раз это давало определенный результат давало определенные толчки для совершенствования систем это всегда борьба и тех самых тех кто ломает а тех кто защищает ну и на самом деле мы еще и у нас бак-баунти реально рабочие то есть мы за наши уязвимости платим прямо здесь ну не знаю здесь или не здесь но процесс как-то реализован да это заработать точно это можно ну мне кажется участие вот с таким стендом на нынешней конференции такая большая доля отваги потому что если взломает это хорошо что вы узнаете какие есть уязвимости но плохо что об этом узнает и другие причем может быть даже публично ну а что делать мир такой но лучше когда это происходит все-таки управляемо и это можно ну хоть как-то контролировать и отреагировать опять же быстро гибко и правильно ну вот помимо того что президент у тебя профильное образование большой стаж работы в области информационной безопасности хороший опыт хотелось бы да узнать твое мнение по состоянию вообще в целом информационной безопасности в нашей страны наверное все таки в стороне страны это немножечко не ко мне я уже на государственной службы больше чем 22 года наверное не состою поэтому наверное я может быть там немножечко сильно может быть в курсе как как у нас компании там чуть-чуть похуже как вообще в ритейле особенно продуктовом но и наверное совсем не как про страну хотя конечно общая тенденция не абсолютно понятны у нас мы же сейчас за последний год столкнулись тем что с массовым объектом всех замечательных иностранных компаний вот благо области инфобеза мы давно растим и продолжаем простили продолжаем растить правильных специалистов и наверное это но был один из сильных сторон нашей наверное науки да и вот поэтому понятно что есть несколько совершенно замечательных компаний которые сейчас особенно получили возможности для такого кратного по сути дела роста но опять же проблемы определенные есть которые там решить наверное быстро не получится потому что и аппаратная база слабая это всегда сложности программно аппаратных решений которые опять же без аппаратной базы не работают это все там за короткий срок ну реализовать естественно достаточно сложно главное наверное это правильное понимание что принципе информационной безопасностью нужно и важно заниматься но судя по количеству участников мероприятия мне кажется как минимум увлекающихся людей достаточно много и мы будем надеяться что этот тенденция будет расти информационной безопасности будут заниматься еще большее количество людей я не сомневаюсь на самом деле это здорово и в этом наверное сейчас есть определенная доля романтизма и она наверное сопоставима с тем романтизмом из-за которого во многом я поступил как и поступал как раз вот в высшую школу кгб на технический факультет да и в далеком восемьдесят восьмом году еще в советское время и тогда это тоже был определенный ореол такой и романтики и чего-то такого интересного и непостижимого недоступного было очень наверное классно и интересно этим позаниматься вот я думаю что сейчас многими движут примерно то же самое сейчас в принципе эти на взлете да и стоимость наверное у нас компании наверное айтишники уже дороже коммерсантов стоят что удивительно потому что раньше в торговле всегда коммерсанты были главными да и собственно говоря и по значимости и по зарплатам сейчас это вот мир немножечко меняется ну мне это нравится конечно на обеде покупал себе кофе там с булочкой продавщица раз разговаривает там со своей коллегой и горит а чё там музыка играет кто это такие вообще чё за ребята да какие-то хакеры ну и на меня смотрят у меня бейджик это он стоит один из них грани я добрый да все вы добрые да ну денис ты обозначил уже риск связанные с тем что нашу страну покинули несколько производителей зарубежных есть проблемы с оборудованием с поставками вот какие еще ты можешь обозначить риски угрозы вот на текущем этапе ну если про ритейл говорить у нас достаточно всего стандартно у нас стандартные угрозы это дедус атаки это атакуют свои же конкуренты или зарубежные а нет в основном это да в основном это был в основном зарубежный трафик вот мы как раз его активно старались подрезать такие моменты вот но и сейчас принципе мир такой что наверное многие российские компании позакрывались от иностранного трафика вот поэтому вот ну и разный фишинг собственно говоря и все прочее обычные в общем-то достаточно вещи ну вот ваша компания развивает очень много там современных технологий используют для удобства клиента такой вопрос риторически успевает ли информационная безопасность за технологиями или все-таки чуть-чуть не поспевает ну за технологиями тут всегда двоя когда потому что с одной стороны хорошо когда какие-то новые технологии появляются но когда они появляются на потребность бизнеса вот иногда я сталкиваюсь постоянно с другими ситуациями когда появляется эта новая технология и пытаются всегда вот куда-то воткнуть типа ну классная же технология давайте вот ее куда-нибудь применим вот наверное классный пример этой электронные ценники про них уже не знаю там больше десяти лет наверное говорят но и вроде как обрисовывают когда тебя пытаются это продать это она же хорошо и здорово вот но на на практике почему-то все до сих пор на бумажках вот это получается быстрее лучше эффективнее даже красивее может не пришло время а также ну а в информационной безопасности тут наверное ну все наверное попроще здесь наверное каких-то прорывных таких историй там редко возникает то есть способы не знаю проникновения они все более и более там ухищенными какими-то естественно там находишь какую-то дырку закрываешь там рядом еще там две какие-то вы нарисовываются вот потому что но для ритейла как бы основная проблема это фрод и фрод это по сути в различных системах лояльности в промокодах и так далее то есть там где вот деньги определенным образом куда-то уходит один из и при этом еще и внешнее законодательство меняется и мы же должны под него там постоянно подстраиваться вот у нас например был замечательный кейс когда мы же не только про успехи говорим там про неудачи да это наверное всегда интересно это самое полезное и был замечательный кейс когда у нас законодательство приравняло ну мы же боремся с продажей алкоголя онлайн вот многие продают все их знают да вот мы не продаем да мы как-то чтим уголовный кодекс и в один прекрасный момент приравняли по сути дела уплату аванса за товар к продаже то есть продажа по факту стала юридически определяться не момент передачи товара момент даже уплаты денег вот если у нас клиент покупал самовывозом то есть платил за корзину как собранный набор продуктов который там ходила хотя бы бутылка вина то есть формально это уже было неким нарушением мы пытались этим бороться там и сделали как только бутылка вина значит надо чтобы платили наличными вот но не всю систему правильно прописали иногда сотрудники просто забывали взять наличные деньги у клиента через кассу пробить считая что через виртуальную кассу оплату уже прошла вот таким образом мы там на раздавали там на пару сотен тысяч рублей заказов пока не нашли вот эту дырку вот то есть по сути здесь наверное там не больше там наверное финансовый контроль чем инфобес но роль инфобеса она тут принципиально потому что понять где в системе вот возникла эта самая дырка эта функция выходящая за уровень возможностей наверное там современной финансовой безопасности они все-таки про цифры как взаимодействие тут у вас лично подразделение айти и б просто бывает разный где-то кошка мишки мышки где-то друзья не разлива до подразделение айти и что айти и информационной безопасности насколько а ну тут тут же это это сложно да во первых у инфобеса по большому счету но несколько задач то есть задача охраны внешнего периметра и еще и даже три охраны какого-то внутреннего периметра потому что от внутренних сотрудников тоже иногда надо защищаться как ни странно вот ну какие-то нехорошие люди возникают где-то на любой семье там какая-то не очень хорошая овца заводится вот а третья задача это же еще растить культуру да и собственно говоря учить наверное контролировать процесс создания внутреннего продукта я имею ввиду именно информационного продукта именно правильного с точки зрения информационной безопасности вот ну то есть банально там не знаю чтобы там пароли где-то в открытом виде не хранились какие-то данные в открытом виде не передавались вот еще что то есть есть абсолютно четкие правильные правила вот но написать их просто недостаточно надо же во-первых следить за тем чтобы они соблюдались а во-вторых еще и как-то разбираться почему они не соблюдаются вот иногда же люди это не со зла делают а просто потому что они ну как-то не научились там не поняли не всем так повезло и не у всех есть какой-то вот такой инфобезовский бэкграунд а сейчас же программистов на каждом углу штамповать стараются вот еще и без каких-то принципиальных наверно ты с одной стороны специалист по кибербезопасности с профильным образованием с другой стороны топ-менеджер президент крупной компании вот можешь дать несколько советов потому как создать построить кибер устойчивую компанию вот помимо того что уже ты уже сказал ну наверное просто не забывать про то что есть вот такие информационные внешние угрозы и надо каким-то образом им противостоять вот ну мне я действительно наверно типичный руководитель потому что мне не надо объяснять не знаю ценность инфобеза вот я когда с коллегами из вот уважаемых компаний которые продают эти решения общаюсь они на меня смотрят и говорят ну как все таки вот как нам остальным то объяснять вот почему тебе не надо объяснять а всем остальным нужно ну вот у вас такая задача ну и в самом заключении буквально там пару-тройку советов пожеланий участникам нашего сегодняшнего фестиваля участникам ну в первую очередь наверное сломать наш стенд вот это важно потому что мы реально создать полную такую полноценную копию внутренней инфраструктуры это сложная работа это люди старались работали вот мы деньги за участие немалые заплатили вот очень хочется чтобы это принесло какую-то пользу и надо сразу сказать что чем как бы хуже будет чем больше вред будет нанесен нашей системе тем больше пользы то есть редкий случай когда вот такое вражеское действие но приводит к чему-то хорошему я лично желаю вам сокрушительного поражения в этой битве я да всем остальным участникам желаю сокрушительной победы огромное спасибо и да я друзья напомню что с нами был президент компании азбука вкуса денис сологуб денис огромное тебе спасибо спасибо вам